Девушки отдыхают You've all been waiting for ACA League proud to present The main defense of the evening Five rounds Lightweight Grand Prix Quarter Final Представляю вам судейский корпус Your officials Главный судья Head judge Магомед Магомедов Судью клетки At Cageside Your judges Артур Шайхов Иван Гюревич Андрей Ковалев И Фарид Нагаев Ваш судья Хронопетрист Your timekeeper Амир Гетин Магомедов И со звуком сирены Ваш рефери And when the siren sounds Your referring judge Максим Протасов И так дамы и господа На трибунах Миллионы фанатов ACA во всем мире В прямом эфире С арены дворца спорта Большой Главный бой вечера Лиги ACA Ему тридцать пять лет Ему тридцать пять лет Семьдесят три сантиметра Овец Семьдесят и восемь десятых килограмма Профессиональный рекорд Десять побед Четыре поражения Его стель Бразильская джиу-джитсу Ladies and gentlemen He's thirty-five years old Standing One hundred and seventy Three centimeters tall Weighing at Seventy point eight Kilos As Brazilian Джиу-джитсу Practitioner With professional Record ten Victories And four Defeats Representing Rio de Janeiro Brazil Here is David The Tasmanian Travel And his opponent Actor of the cage Fighting A bullet Red Connor Ladies and gentlemen He's thirty Years old He stands One hundred and seventy Three centimeters And a bit of stone Weighing at Seventy one point Forty five kilos As a wrestler With professional Record twenty-two Victories And six losses Domei Господа Isabel Malty Kazachstan Votan Artyom Spartan Refeznikov Five two Cender Парни Внимательно Слушаем Моя команда Активно Зачаемся На протяжении Всего Поединка Руки Пожали Touch Glow По углам главные события турнира сей 140 легкой весовой категории дави рамос против артема резникова давайте просто посмотрим и получим истинное наслаждение от просмотра данного противостояния случится может все что угодно по 900 по 600 лишним дней каждый спортсменов не был в деле кто в каком состоянии мастер джиу-джитсу против мастера вольной борьбы в первую очередь артем отвечал что и встреча скорее всего пройдет стойки сразу начал давить дави рамос как будто по-хозяйски чувствовать себя в клетке артем больше вторым номером и вот на таких вот взрывов будет реагировать на давление со стороны бразильского спортсмена да конечно же широченный просто плечевой пояс у дави рамоса он принципе чуть покрупнее и чуть чуть повыше поддавливает джеб в разрез увидел здесь дави да сейчас удается посмотреть практически прямо в глаза дави рамосу и очень холодный взгляд поверьте мне друзья что пока настраивает свой прицел бравильский боец и через руку сначала слева атаковал теперь справа артем резников и готовы готовы зарубаться парни это самое главное потому что это основное событие сегодняшнего вечера дави излучает сверх уверенность просто оказывая всем своим видом что он видит себя обладателем пояса гран-при хотя у нас пока только четвертьфинальная стадия а не было ли там проблем с ногой дави рамоса но продолжает поддавливать инициативу бразильца при этом стартовый взрыв боковой удар очень хорошего артема не так часто он атакует еще один джем да мы видим артем резникова который даже не собирается бороться во всяком случае пока хорошо ушел из-под давления опять провалил несколько ударов оглядывается на угол на свой артем резников здорово и болтанул сейчас дави рамоса совершенно точно но артем не пустился на все тяжкие не стала рисковать но так или иначе самая опасная атака пока за авторством артема в этом раунде небольшая пауза как будто бы восстанавливается дави рамоса артема немного отпустил эту ситуацию неплохо выиграет пространство рамос и постоянно смещается резников быстро на ногах по корпусу двойка идет борьбу дави рамоса спрол тут же от резникова в одну ногу проходит уже боец из казахстана и тейкдаун и вот здесь сейчас пойдет настоящая красота потому что это настоящие мастодонты борьбы здесь они действительно могут устроить что-то невероятное высоко работа это ногами дави рамос естественно будет угрожать всем чем можно и тут просто трудно предугадать что может исполнить и придумать дави в этом положении прижимает себе голову и вот так вот об ноги всю опасность прекрасно понимает артем резников да такой наверное butterfly guard да все-таки да что-то наподобие только ноги и не просунутые здесь есть отбросить резникова но дави необходимо затащить сюда гард парта минута 23 до конца первого раунда еще один удар складывается резников удары очень тяжело бьет это надо признать отсюда не получится там было в обыдка выйти на рычаг локтя сейчас как конечно уровень атлетизма у обоих парней просто какой-то невероятный да как будто этих парней из камня из камня вытачивал кто-то и при этом они ожили александр сорновский ведет по времени артема резникова ну что ж пока полет нормальный для артема но все-таки он находится в закрытом гарде у рамос а это в принципе архи опасно да но пока как видишь без каких-либо серьезных тревог обходится дело высоко продолжает держать ноги все в надежде закрыть треугольник сосредоточен конечно дави рамос но здесь опять же просто на него лег сверху и вот сейчас здоровым как ты я все чаще стал себе ловить на мысли о том что рамос не хочет 25 минут сражаться сложно сказать можно будет понять по его состоянию буквально уже в следующем отрезке пока первый перерыв очко а о и а а и и в в и в а и 1 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Артём заходит на ту самую территорию, которая считается бразильской. Всё это напоминает шахматную партию, которую каждый из них разыгрывает. У каждого есть свои комбинации. Короночки. И вот получится ли их воплотить. Это нужно действительно очень сильно постараться. Ну что ж, пока контроль плотный. Да, действительно как-то зависли что ли в этом положении тот и другой. Понимаю, что если здесь продолжать активничать в определённом смысле, можно допустить ошибки. Но вот Дави очень здорово отжимает и бьёт локтями в лицо. Да, здесь причём это даже не удары. Это именно движение с целью посечь лицо соперника. Кстати говоря, Дмитрий Лучников здесь находится. Просто маэстро в деле катманов. У него своя школа. Которая уже давно функционирует. И, возможно, в этом бою придётся Дмитрию самому поработать. На отмышь пытается бить Дави Рамос. Здесь локоть. Но очень хорошо, пока все действия читает Артём Резников и поднимает из этого затянувшегося положения. А Дави Рамос так посмотрел на судьё. А что, точно не будет больше борьбы? Ну, ладно. Итак, смотрим. Сразу же оживилась и публика в Ледовом дворце Большой в Олимпийском парке города Сочи. И вот здесь уже видно, что функционально-то начинают проседать парни. Жёстко подзакисляются и ведут опять Артёма Резникова чётко по времени. Да, фактор простой. Конечно же, будет иметь место в этом поединке. Каждый ждёт ошибку. Очень много мышечной массы и у того и другого. Да, будет сильно уменьшаться частота вот этих попаданий. Будет очень много хождений друг за другом. И не всегда держит на уровне руки Артём Резников. И об этом как раз Александр Сарнавский и говорит. Понемногу сокращает дистанцию Дави Рамос. Здесь довольно серьёзный стык предплечья, чем зацепил Резников соперника. Но не более того. Слышу слово «кабеса» из угла, вернее, Дави Рамоса. А там про голову какие-то удары. Но здесь составил, кстати, покачнуться именно Артём Резников именно ударами в голову. Уже пару минут. На ногах находятся бойцы. И пару минут нет борьбы. Артём Артём начинает скандировать трибуны. Последняя минута второго раунда. Вот если можно сказать про поединок слишком умный, наверное, вот такой. Гроссмейстерский. Гроссмейстерский слишком. Вообще, кстати, Дави Рамос практически перестал бить. Очень долго выцеливает. Попал снизу. Именно удары справа, снизу чуть лучше проходят у Артёма Резникова. Но выйти на них очень сложно. Огромная подготовительная работа. Я бы отметил, как Артём перемещается. Вот обратив внимание, он практически приставными шагами, вот как во время разминки. У него нет одной ноги, которая спереди, а именно вот так, как в тренажёрном зале. Да, и всё время в левую сторону. А вот здесь на скачке неплохо. В стиле Александра Поветкина, если угодно, пробил. Артём. Последние секунды. Там задумал атаку Дави Рамос с вращением, но не получилось. Перерыв. Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 Один раз подключил Рамос. Попадает здесь Артем. Заурбек Хасиев в углу, в том числе у Дави Рамоса, дает какие-то подсказки. Русимат Пальярос, тренерский штаб, все напряженно следят за происходящим. Но пока полет нормальный для Артема Резникова. То есть самое главное, запас по очкам он, скорее всего, обеспечит через 23 секунды. Потому что Рамосу просто двух выигранных раундов уже будет недостаточно. И получается, что с задачей минимум Артем уже справился. Ну а дальше нужно действовать максимально аккуратно. Дави Рамос сам себя загоняет в достаточно сложное положение, из которого ему нужно либо финишировать, либо тушить. Но пока ни то, ни другое не выглядит убедительно. Убедительными выглядят лишь вот эти вот удары, которые периодически прилетают в голову Дави Рамосу. На кураже, на кураже сейчас шел к нам навстречу сюда, в свой угол Артем Резников. Глядя в глаза, видно было, что разгорелся азарт у него в глазах. И очень-очень уверенно начал он себя чувствовать в клетке. Почувствовал, что Дави Рамос – это проходимый соперник. Это боец, которого можно и нужно побеждать. И становится понятно, как это сделать самое главное. Поэтому будем с нетерпением смотреть, что будет происходить дальше. Продолжение следует... Четвертый раунд, раунд 4. Итак, четвертый раунд. Рамос по обыкновению начинает двигаться вперед. Рамос у, простите, Резников, конечно же, действует с наскока. Саша Савнавский постоянно подсказывает, что нужно держать руки на месте. И что можно поувереннее себя чувствовать, учитывая как раз то преимущество, о котором мы с тобой, Алексей, говорили. Вот здесь очень опасно могло быть для Дави. Пока легок на ногах Артем Резников. Через руку попадает здорово в область виска, но на секунду не повело Дави Рамоса. Продолжает он искать, но просто не видит возможности Рамос для проведения удара. Он не достает и не успевает по-прежнему. Получается, что переигрывает Резников как в стойке, так и в партере. Но не то, чтобы партером переигрывать с точки зрения болевых или удушающих приемов. Он навязывает свой энергозатратный, силовой тип борьбы. Да, и пока Дави Рамос не может попасть по Артему. Объективно нужно это признать. Несколько попаданий были, но, пожалуй, здесь нет какого-то преимущества уж точно на стороне Дави Рамоса. Артем постоянно через руки были точные попадания и продолжает это делать. За счет этого постоянного движения, не давая по себе прицелиться, не давая по себе сконцентрироваться. Правый прямой от Дави Рамоса. Он вообще по пусту удара старается не выбрасывать. Так может и голова закружится при просмотре этого поединка. Да, тепловую карту бы потом посмотреть, передвижение по клетке. Там, я думаю, такая четкая, уверенная окружность будет на стороне Артема Резникова. Вот здесь разряжается неплохо. И, казалось бы, близко к хорошему попаданию. Но нет, Дави продолжает, продолжает ходить и выслеживать своего казахстанского оппонента. Да, по-прежнему есть нерв у этого противостояния. И хочется верить, что будет какая-то развязка. Яркая, конечно же. Пошел вперед Рамос. Да, середина четвертого раунда. Вот как раз именно к этому моменту Рамос пошел вперед. Да, куда-то потолок улетел этот удар. Ну что ж, получается, что у Артема Резникова был план А. Скорее всего, есть план Б. Но при этом у Рамоса есть своя генеральная линия партии, которая до конца не работает. А по-другому он не действует. Хотя, учитывая его опыт выступлений вообще на разном уровне, боец такого типа должен уметь перестраиваться. Вот Артем Резников во многом в поединке с Юсуфом Рейсовым преуспел за счет джеба. И вполне себе можно было бы делать то же самое здесь Дави Рамосу, но он почему-то не фехтует. Ну и не будем забывать, что также Артем Резников в том бою преуспел благодаря двум очень важным тейкдаунам. Это чувство дистанции, опять же, достаточно очевидную вещь, скажу для многих. Но ее нет, и Рамос ее не чувствует. А пружинистый на ногах, вот здесь может быть только разве что. Пружинистый на ногах Артем с оверхендом хорошо залетает. И попасть по нему сложно, очень глубоко посаженная шея. Вот здесь. Да, как только перестает двигаться влево от себя в сторону, берет небольшую паузу, даже микропаузу Резников, значит он готовит атаку. И похоже начинает это читать Дави Рамос здесь с разножки пытается догнать, психует и уже воздействует психологически. А на Резникова предлагает порубиться Дави Рамос. И вот здесь. А вот эти финты, это от Юэля Ромера, кстати говоря. Или от Тони Фергюсона. Ну что ж, 30 секунд всего в четвертом раунде. И кто бы что ни говорил, бой смотрится. Бой держит. Великие атлеты, безусловно. Да, понимает Дави Рамос, что поединок уходит и четко действует Артем Резников своего плана. Он прям уплывает. Давай подеремся, почему ты убегаешь. Словно говорит Дави Рамос. И еще один удар, когда он навстречу не получается. Перерыв последний в этом бою. Как и подобает. Все дошло до апогея. Да, где нервы выходят на первый план. У Артема сечка на ухе, как я понимаю. Кровь сочится оттуда. Да, вот сейчас наступает, пожалуй, момент истины в целом для этого поединка. Потому что, если не получится у Дави Рамоса плотно поработать, несколько раз хорошо попасть и попытаться нокаутировать, то все будет кончено. Вся статистика, я думаю, что этого поединка на стороне Дави. И понятно, что по очкам ведет Артем Резников. Для этого даже не нужно ходить, наверное, к судьям, узнавать что-то. Вопрос в другом, что потом, после этого боя, Дави Рамос будет совершенно точно утверждать, что я хотел дать шоу, я хотел подраться, а Артему ходил от боя. Но это уже лирика, и не будем забегать вперед, впереди еще пять минут в этом противостоянии. Дави полон решимости. Все-таки что-то изменить в этой встрече. И возможность до срочного завершения возрастает, колено летит в голову. Да, был потрясен, возможно, даже на секунду Артем Резников. Сейчас тактически должен выдержать этот натиск Артем Резников, а Дави Рамос взять свое. Он убегает, удар с разножки. Еще один пытается навязать борьбу с пролу от Дави Рамоса, колено в голову. Да, вот это начало от бразильца. Немного растерян Артем Резников, ему необходимо собраться. Бросается в борьбу. Накрывает сверху, отдал шею, нет. И работает локтями там со всей силы Дави Рамос. Отпихивает от себя. Еще локоть какой тяжелый в голову пришелся. Пытается набросить треугольник. Дави Рамос, но необходимо обойти защиту. Нет, не получается. И гард закрывается. Да, пожалуй, это одно из самых правильных решений было со стороны Артема Резникова. Перевести, чтобы минимизировать ущерб и не давать возможности работать по себе. И в данном случае это решение было вынужденное. Прямо единственное... Волну Дави Рамос в пятом раунде. Вопрос в другом. Почему он начал рисковать и так себя вести только в пятом отрезке? Почему его атаки стали более затяжными? У него появился и второй, и третий темп. Как будто бы открылся новый баг. Осторожничал. Надо понимать, что Артем очень здорово может контратаковать и хорошо рубануть с оверхэнда. И здесь он будет, конечно, трамбить основательно Дави Рамоса, не давая ему возможности вздохнуть. Да, мы не знаем, конечно же, итоговых оценок, да, какими они будут, если этот бой дойдет до решения, а все к этому идет. Но хотелось бы, чтобы Дави Рамос продолжил выступление в Лиге ИСЕЙ. Ну да, наверное, не в гран-при, но, по крайней мере, он действительно может очень серьезную конкуренцию составить в своей весовой категории. Полраунда. По тригдаунам 4-0. Сухую. Ну, учитывая то, что мы смотрим пятый раунд, должно было быть 5-0. Что-то очень негодует сейчас угол Дави Рамоса. Ну, а здесь такие аккуратные тычки справа и слева от Артема Резникова. Еще несколько ударов. И здесь даже не пытается Артем обходить защиту. Там ни справа, ни слева, ни в боковой заходить, ни в Хавгард. Давай, 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 давай. Опять высоко колени. Падает вместе с ним на канвас Артем Резников. Минута 30. Все в голову. По корпусу практически не наносит удары Артем. Ведь прилетать-то хорошо. Достаточно ощутимо. Каждый раз. Ну, вот интересно, перевесят ли все эти атаки в партере от Артема тот шквал ударов от Дави Рамоса в начале отрезка. При этом, наверняка, многие из вас могут сказать, но ведь Дави Рамос давил из центра. Он работал первым номером, и у него была инициатива. Но нужно считать очки, кто больше попал. Потому что просто ходить – это одно. А как раз контрдействия, атаки с наскока, они были практически с самого начала у Резникова. Да, действительно, дорабатывает уже Артем Резников этот поединок. Абсолютно доводя его до логического завершения. Причем делает это уверенно, абсолютно точно. На все свои деньги сейчас отрабатывает Артем Резников. Это нужно признать. Он хороший в борьбе, он хорош действительно и в стойке. Дозировано столько, сколько ему надо, и это очень правильно. И еще были моменты со здоровьем. Была травма плеча, большой простой. И Артем доказывает, что он настоящий профессионал. И здесь он сделал свою работу великолепно. Недоволен, да, Верама с этим поединком. Отпахал 25 минут Артем Резников. И забирается на клетку. Получает свою порцию аплодисментов. Но сначала необходимо поднять руку. Еще несколько секунд, и мы узнаем имя третьего полуфиналиста Гран-при Лиги А7 в легком весе. Сумасшедших колено здесь выдержал Артем. С разножки посмотрите. Голова отлетела на секунду, но никаких проблем не было. Держит, держит удар Артем Резников. Ох, через какие мясорубки ему еще предстоит пройти. В рамках этого Гран-при. Возможным соперником Артема, насколько я понимаю, будет либо Либагов, либо Рашид Магомедов. Последний четвертый финал, еще раз напомню, 22 июля здесь же, в Сочи. Весь судейский корпус в сборе. Они свою работу уже сделали. Александр Загорский в клетке. И сейчас там озвучит итоговое решение. И так, дамы и господа, по завершении главного боя, обратимся к судейским запискам. Мейзи-чердер, после завершения главного боя, мы идем к счастью. Судьи 1, 2, 3 и 5. Одинаково оценили поединок. 50-45. Джорджиш, 1, 2, 3 and 5. Our agreement scoring the same. 52-45. Судья номер 4, 49-46. Джордж, номер 4, 49-46. Видимо, пятый раунд отдали все-таки Рамусу в одном случае. И отправляется в полуфинал Гран-при легковесов. You're winner by unanimous decision and goes to semifinal Grand Prix lightweight division. Артем Артем Резников выигрывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова